ну вот такое дело время уже первый час сегодня у нас 18 февраля семнадцатого года суббота ну начали володе некогда никита уезжает роман как раз погодился и мы пошли к батюшке ну взял я сумку давай собирать что собирать он еще было то есть собрал вот зал сухарей теперь назад покладываю по показывают вот сухари это я уже стоял и размышлял чем-то может есть сухари ну и дальше нашел пряники лежат здесь я эти пряники сгреб 2 пряника это вот батюшки понесли взял я ему чесноку о лишь какой чесночок хороший кто-то дал не мое и вот это все что я взял надежда васильна подсуетилась баночку это она это что-то такое там инжир разная курага курага орехи там это нам не такое дает от сердца я сейчас даже попробовать но в баночке в это был горох я его выкинул хорошая она держала сильно плохое не готовит она всегда хорошая я взял баночку а тут варенье непонятно какое что-то там показать даже ну я набрал это какая-то ягода это в саду у нас растет там не жималась а что-то такое вот ну я баночку набрал просторку и нашел бутылек и святой воды налил батюшки как раз роман пришел 4 яблока взял я как больнице лежал у меня там что-то рваная надо щенить и нещем щенить я по себе ровняют а взял черные нитки в деревню длинную нитку и тряпочку может еще починять надо но он сказал где находится моего в окно увидали как раз окно на наш университет где я вел занятия 18 лет и он сказал ну я позвонил он подошел в окошко то у нас сначала запустили здесь а та улица какая-то такая я даже не назову ну университет стоит технически на нем рядом дальше главпочтам больницу за это в ограду зашли женщина одна там дежурит подсказала эти обошли все вокруг нет ничего и сказали надо вокруг идти на комсомольских и тогда на шевченко улица с той стороны ладно пошли мы думали 10 прийти но уже 11 сейчас прием 10 больных можно было принимать но вот этот все туда кверху то не поднимешься надо что-то брать башмаки а батюшка ходячий он вышел прямо здесь где раздевается там и разделись на одну вешалку два пальто отдали давай батюшка смотреть посмотрел все вернул ничего не взял только лежала государственная там пачка туалетной бумаги как это здесь требуется то может доделать что-то вернули все вернули теперь я буду вот утрами пить ну и ладно я с собой взял можно вытащить фотоаппарат и видео видео это отдельный ролик а мы соединять то не умеем ну и я решил фотографировать можешь садиться рядом когда вышли на улицу и сфотографировали я пришел вот это снял все отдельно вот это батюшка в последний день был здесь проспора раздает игорь третяков надя дмуха она показал бы в коридоре городовец паре переливание крови она тоже у нас медики молодые медики они все закончили с красным дипломом ну хорошо учатся девчата и вот и дальше вот наша сумка где она у меня сумка то вот она какая небольшая такая сумочка хорошая вот он есть смотрит еще нету телефон у меня да нету ничего не правда говори здравствуйте вы уже разговариваете говорите да это я вам что нужно так нет не перезвоните через skype только через skype разговор ну все тогда разговор отменяется больше двух минут тут нельзя разговаривать с богом благодарю без skype и как правило люди прячутся мне это не нравится вот батюшка сидит это приемное отделение где раздеваются люди заходят только но тут сильно ветер стал дуть я говорю давай перейдем дальше ну давай пошли туда там сторож сидит вон там видно край это стола то и она нас туда не пускает мы груда не пойдем никуда хотели тут за тянут туда не надо там лестница где идти что она нас не знает не верит еще он батюшка и рассказывал когда подошел то такая она спросила это с какой организации а он еще говорит ну бачка да мы там я не помню что бачка сказал я говорю мы православные верующие люди то есть она выдела что мы с бородами какая-то организация но может какие-то маджахед или чё не знаю я и дал визитку наш обидел но батюшка что-то ей говорил вот лишь какие разные поворот головы ведь уже они разные прямо смотрят и в бок вон он тот стол там стала не видно а здесь стол видны он сидит и где дальше стала мы зашли и назад вернулись и здесь коридорщики поговорили да нам это ладно было батюшка показал как у него живот продыряю ли не разрезали три дырочки а теперь ему туда пахли это толкают марлю то чтобы она там высасывала что а потом вытягивает он как будто кишки играет вытягивает ну тут много их все травматология больница то большая сейчас покажу огромная я в ней лежал когда-то тоже аппендицит делали мне делал операцию теперь он доктор медицинских наук шойхет яков нахманович бывший замглавы администрации там очень хороший человек очень хороший даже нельзя сказать как я все когда вспоминаю как мне делали операцию как меня уже все привели там обмыли на операцию ложить и он стоит руки уже вовну вымытая я гуляли лягу когда помолюсь ну молитесь а рядом с ним где-то дальше он говорит он мне рассказывал потом сам высокого роста такой чернявый там был еще доцентом и я встал и молиться начал перед столом на коленях а он стоит уже на этот стол ложится а рядом с ними много-то меня кто она там ассистент была или кто и говорит якоб его наумович они зовут по-русски он нахманович якоб наумович ну сколько можно ждать то а он я сказал стой спокойно я помолился он как все все ему надо чтобы у меня дух спокоен был я лег и когда а студенты тут подошли мне операцию делает а я с ними разговариваю я не знаю как так у него его почему анестезии то не было и или я просил это посмотри кто там пришел холодненький пришел хозяин ну и когда меня привезли когда отходила самая тату студенты вокруг меня я им говорил о боге был какой-то летчик лежал и он мне потом говорит как вы с летчиком беседовали того его буквально в прах в этом разнесли он доказательство что там бога нет и это все мне потом пересказывал я говорю в этой больнице лежал вот тогда она была может быть раз в 10 меньше сейчас она разрослась корпуса идут буквой п и конца не видать это вот мы здесь разговариваем я вышел и снял что здесь 1933 по 57 годы работал выдающийся хирург города чеглицов александр николаевич вот когда его хоронили такая была процессия мы в это время я студентом был или как соучащимся строительного техникума и наверху там сено выкладывали я вижу по красноармейскому такая делегация это его хоронили он в этот день сделал кажется две или три операции сердца не выдержала он на сердце делал операции в то время это пятьдесят седьмом году на сердце но это при входе в эту к городскую больницу он в самом хирургическом отделении был вот она как краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранение краевая клиническая больница скорой медицинской помощи не надо что прямо сел ты чтобы не наскосок было до никуда не отвлекайся вот куда мы заходили вот это вот надпись которую сейчас видели вот ее видать здесь я показываю вот она где-то и вот сюда заходить а там приемное отделение а батюшка с той стороны корпус идет идет поворачивать и там старые корпуса это новое вот и когда выше на эту сторону противоположное здесь старинное здание его как-то отдавали кто в афганистане был кому-то тут же промышленность была такая горно добыть добытчики того богатая такие как правило двухэтажные здания были трехэтажных я не видел это одно здание на противоположной стороне медицинского ну больницы а напротив как выходишь по улице виден сбербанк я попутно показать у меня тут управляющий был главный банкир алтайского края очень хороший человек я могу сейчас в любой момент позвонить ему он так помогал во всем я могу даже назвать его имя песоцкий владимир филимонович вот тоже говорят евреи как вот яков нахманович еврей но настолько хороший человек для для меня я по всех я не говорю с такими меня людьми познакомил которые для детского лагеря помогали даже не выскажешь как но он как президент какого-то демидовского общества было сейчас на пенсию вышел у них разрешается до 70 лет только быть дальше вот когда мы вышли уже ну задом повернемся к этой сберкассе банку то а вот это все самое то что если вы здесь вот вот здесь мы заходили телефон опять говорите да никак нельзя скажите пускай скайп найдет я пускай скайп найдет вы видите у кого-то скайп зайдите там и гнать и 10 и напишите и там поговорим и гнать и ти и а потом как у русская задать буквы и и гнать и и и и вплотную десятка цифра 10 до свидания зубодневные вопросы вот а вот вот здесь вот заходили бы да вот теперь видите какие корпуса четырехэтажная дальше дошел за угол и в этом направлении сфотографировал от этот улица который показывал это куда мы прошли это шевченко улица а напротив тут это где как называют афганцы старом за старинном красном здании вот в этом сбербанк напротив сбербанку я повернул со стороной я хочу людям показать но это все медицинские вот приемный покой напротив сядь чтобы не скособочить видно хорошо вот вот прочитайте что тут есть дальше вот и вот еще что вход со стороны проспекта комсомольского тут входа нет стрелочки вот видите что вызов медперсонала для бригад скорой помощи лишь какая кнопочка тут есть курить нельзя зачеркнуто место для мариевого машин площадка но вот этот сбербанк издалека тут хороший человек был ко мне на дом приезжал вот как он выглядит ну а дальше мы пошли уже повернули по комсомольскому больницу тут с той стороны а теперь мы повернули вот она больница ее так это по порядку теперь вот вход это с этой стороны с комсомольского это ночью они привозят сюда завозят вот сюда вот я там знаю вот она как выглядит вот она машина стоит тут надписи тут можно все это увеличить и даже считать можно будет вот он пожалуйста но это я просто говорю как можно отделение там какие это все можно передвинуть если кто желает узнать барнаул славится очень медицинский университет очень богатый профессорский состав построили краевую больницу в лесу я не знаю сколько этажей 9 наверно ужасно какая огромная огромная просто и там такими залами но по-современному все построено я лежал несколько раз на операции вот прием больных видите какие только здесь вот сюда рез конструктивной микрохирургии вот посмотрите барнаул от алтайский край тут университета у нас врачей сколько у нас здесь я даже не знаю у нас в общине так заканчивали начинал тут василий плотников хороший паренек у нас был тоже наверно закончил уже а может и нет с греции уехали родители он приехал сюда там отслужил греческой армии и здесь поступил у меня на квартире жил вот там где из базы мы говорим относительно бороды это с ним сидим он тоже здесь учился в университете курение в помещениях и на территориях больницы строго запрещено вот это очень сильно а в краевой больнице заходишь и там подвешены по коридору курение и лечение несовместимы то есть выписывайте езжай дома помирай вот теперь мы дошли поворачивается вот так буквой п то есть вот этот куда пока параллельно то откуда мы заходили это еще один поворот идет но прошли вот это уже которая пошла дальше и от со стороны вот это старая больница вот она какая была вот здесь я лежал я лежал и ко мне приходил отец аким он не помнит это я говорю вы привели ко мне двух собак у нас собаки были деревне марс это не марс был в это время был дунай кавказская овчарка и полукровка рекс его как называли не знаю там легенда или как алтайско уголовного розыска четырехмесячный щенок уже брал следовые другие работы четырех месячных это вообще невиданное было муж я потерял время сколько прости господи вот посмотрите вот она как идет это уже улица какая у нас ну та которая есть это в сбербанк вот где вот сбербанк вон он видать а это улица с этой стороны идет и дальше вот это которая старая больница я тут выхватил все дальше уже ничего нету вот где-то я лежал одессу а напротив позицию университет технически там тогда было двадцать до тысячи студентов сейчас говорит больше из 18 стран тут учатся очень известный университет они на международных там в каких-то выступлениях студенты премии берут первое не рассчитал об этом высокий высокой такой профессорский состав и ректор мне был очень близок и проректор и мне говорят вы знаете с ними а он еврей еврей дай бог чтобы у нас русских такие были люди а кто это еврей такой всем кин борис васильевич проректор по учебной части мне так говорили я не знаю какой человек какие у него знания огромные он приезжал тут у нас было обедали тут сидели и проще на занятия приходил еще и подарки приносил я не знаю почему мне люди попадаются и при потом евреи мусульмане и все расположены а свои папы или кто поедом заедает а для чего чтобы одинаково было то так хвалят когда год поднимается кверху а это книзу ну и выравнивает поэтому это маленько похвалу то так чтобы одинаково у нас было действительно так и вот мы здесь побыли мы пришли пешком ходили в этот университет вот посчитать сколько здесь я не знаю ну сколько по-твоему километра будет километр 2 больше где-то около двух будет около двух это туда и сюда уже четыре километра а в неделю два по два часа занятия вел уже восемь километров восемь километров потом одну неделю а в один месяц 4 8 4 32 километра а в месяцах 5 150 чем-то километра 160 ну и умножая теперь на 18 160 только на 10 это уже 1600 получится ну то есть 2000 километров только суда находил никогда не ездил я пешком всегда ходил на занятия бесплатно вел только в одном университете 18 лет я вел занятия сколько из профессоров академики все ни одного не владеет только закипятился я не знаю что когда мы меняем у меня для слова божия нет уст там написано про это этот случай был такой не попутно сказать обычно когда аудиторию чтобы не закрывали ключи даются там на вахте а кто следующий идет он подойдет распишется и ключи возьмет чтобы не сдавать то ну и меня поставили мне часы выделили на когда вести занятия то а он увидел мы вот так руку отловил вот тебе а не ключ это кахнул это фонарей надо я пришел домой и ректору позвонил и стегнеев владимир васильевич зарядите в интернете посмотрите кто такой какие у него звания были там доктор там наград там не знаю скольких докторов он там эти доктор наук называется тоже профессоров поставил то да вы что я говорю а где горит было так а кто это такой но сегодня уже ночь говорит я завтра разберусь говорит я его выгоню отсюда я уже сказал да и не рад но утром пришел а стемкин сразу завел комнату там пустил и преподаватели идут я говорю вот он самый есть он сразу нажал так это не наш говорит он по совместительству работает по экологии но его вызвали кириллина или кириллов какой-то там то он какой герой было тут вот такой щупленький сидит и что-то начал про семью бормотать я говорю знаете в народе есть поговорка первая жена от бога вторая человека третья дьявола он у меня а вот куда вы узнали что я третий раз женаты так вы третий раз женаты он потому и берет подработку я говорю я этого не знал и он давай простите меня ему а не охота было уходить здесь видимо заработок неплохой был у него Мироненко академик со мной зашел все разбирал ему поручили сделать профессор такой такой тоже хороший хороший ну прямо вот всегда встретит если улыбнется зайдет спросит как дела идут то почему мне все хорошие люди то получают встречаются то я всегда удивляюсь и он его я тогда позвонил ректору и говорю вот так то он говорит просто прощения знаю я это такие люди хамьё говорят а теперь белый флаг выбросили я говорю да не надо бы выгонять то его но один раз было он раскаивается а я пошел тогда туда где он ведет основную работу университет тоже институт университет сельскохозяйственный кажется разузнал все про него действительно такой он и есть но покипятился и то ли хотел блеснуть кем с чем-то не знаю о чем так и газета называется алтайский политехник в университете и там сразу появилась статья лицом к лицу не видим другом про это самое то но и видимо выгнали его все-таки чтобы до студентов такого человека допускать я за него ходатай стать пошел в университет а уже бесполезно машина уже закрутилась то есть в учительском составе у них таких не было никогда не было они мне говорят но и правда все-таки 18 лет только в одном я университете вел занятия не считая я вел занятия медицинском сельскохозяйственным алтайском государственном институт культуры и вот это то есть пяти университетах но они институты некоторые назывались техникумов все техникумы училища 13 школ 5 отделов милиции городской отдел милиции краевой отдел воинские счастья то фабрики завод это все бою было моя паства везде 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 проповедовать приходилось ну и в этой больнице конечно свидетельствовали остались но теперь уже на пенсии ушли и сегодня вот мы сходили на нас конечно смотрели они с удивлением что мы снимаем тут батюшки говорит что нормально есть ничего нельзя поднимать только не больше одного яблока а он все нам сложил обратно и ничего не взял так то и он нормально выглядит я покажу у нас будет другой ролик я не могу соединить два поставлю люди которые молились я сказал всех батюшка благодарит молится а у нас и в тихий был епископ ты попутно сказать 13 лет он живет в ишиме он теперь настоятель богоевенского собора последние пять лет он был домодедовским у патриарха кирилла наш епископ наш лично наш а сейчас у нас одна там устина евангелина родила ребенок третий ребенок то и назвали и в тихий по календарю и кто-то батюшке звонит и говорит нам и в тихий приехал но у нас и в тихий ассоциируется с епископом а че он приехал-то дожить здесь будет бачку у нас потеряевки епископ да кто сказал что епископ тебе сказали и в тихий а он еще не знал как младенца назвали а у нас по календарю называют первое у алёша родился в орлам второе назаре третий и в тихий а у игоря барабаша старший закончил университет терентий а мы младше который он тоже школу скоро будет заканчивать иеремия подай какие у нас названия то то есть это по календарю а попутно все хотел сказать так что мне эта больница очень дорогая вам в том крылья лежал тогда она как-то трехэтажная трехэтажная теперь-то там и больше наверно этажей ну и все он однако а обед то скоро будет нет еще рановато наверно рановато ну ка я гляну че у нас на улице и Продолжение следует...